Добрый вечер. В эфире программа «Высокое напряжение». Тема нашего разговора – энергосбережение, экономия ресурсов. И мой собеседник, генеральный директор Томского центра ресурсосбережения энергоэффективности Александр Владимирович Дмитриев. Добрый вечер. Александр Владимирович, состоялся региональный этап второго всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики. Интрига пока еще сохраняется, победители не названы, но будут названы в ближайшее время. Я так понимаю, что вы сегодня не раскроете нам карты. Но первый вопрос – для чего проводился этот конкурс? – Карты сегодня не раскроют. Для чего проводился этот конкурс? Это замечательная инициатива, которая была с прошлого года реализована на федеральном уровне. Это инициатива Министерства энергетики Российской Федерации и администрации Томской области. Наш губернатор Сергей Анатольевич Живачкин с радостью подхватили его на региональном уровне. Собственно, в чем суть и в чем цели конкурса? Первая главная цель – это пропагандировать энергоэффективный образ жизни, чтобы все понимали, что такое энергоэффективность и чем она может быть полезна. Второе – это продвижение томских проектов и томских компаний на федеральный уровень и в другие регионы. Третье – это вовлечение компаний, учреждений в деятельность, связанную с повышением энергетической эффективности. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а сколько победителей регионального этапа есть, ну не называя, да, и в чем была суть проектов? Тех заявок, которые были поданы на конкурс? Победителей, собственно говоря, семь по числу номинаций. Проекты были разные. Вот в этом году впервые, в прошлом году такой номинации не было. У нас были энергоэффективные проекты в сфере сельского хозяйства. И наши уважаемые сельхозпроизводители, это отрадно, очень активно включились в проекты. И у нас было несколько заявок, вот в том числе энергоэффективное кролиководческое хозяйство и новый комплекс на 100 голов крупного рогатого скота. Это Кривошинские, извините, Ясиновские районы. Вот. Одна из этих двух замечательных заявок заняла первое место. Также это проекты, связанные с реализацией энергосервисных контрактов, в основном в государственных и муниципальных учреждениях. Проекты в промышленности, связанные с внедрением нового энергоэффективного производственного оборудования. Это проекты, связанные с модернизацией распределенной энергетики. У нас участвовала компания, энергоснабжающая из Колпашевского района. Очень интересный проект в селе Дальнем. Это проекты, связанные с образованием и воспитанием. Победил проект по программе школьная по взаимосвязи экологии и энергосбережения. Александр Владимирович, я понимаю, что нас сейчас, наверное, все-таки смотрят не эксперты в области энергосбережения, а люди, которые, может быть, и слышали это слово, но относятся к нему и, может быть, не вкладывают какой-то смысл. Давайте объясним, в чем вообще суть этих проектов. Ради чего все это делается? Суть этих проектов в том, чтобы жить дешевле, но лучше. Дешевле, потому что меньше платить за энергоресурсы, а лучше, потому что внедряются новые технологические решения, становится лучше освещение, становятся более эффективными, например, системы отопления, и, соответственно, качество жизни повышается. В этом суть. В этом суть. Вот скажите, уже в прошлом году часть томских проектов на региональном этапе, на федеральном уровне, вернее, участвовала. Если оценивать наш регион в масштабах страны, как мы выглядим в плане энергосбережения, повышения энергоэффективности? Может быть, у нас есть какие-то уникальные разработки, какие-то новые технологии? Вот есть чем похвастать именно Томской области в этом плане? Я думаю, хвастаться не нужно. Нужно просто показывать реальные результаты. Реальные результаты есть, их достаточно много. И это результаты, связанные как с реализацией конкретных мероприятий, ну, например, строительство новых котельных в районах на местных древесных ресурсах. Это поселок Белый Яр, там уже построено три котельных, построено и модернизировано три котельных на ЧП. Это замечательный проект, который позволяет, с одной стороны, использовать отходы лесопромышленного комплекса, с другой стороны, обеспечить энергетическую безопасность района и населенного пункта, потому что объем отходов, которые там есть, используется для котельных, он превышает существующую потребность. Это, конечно, замечательный проект, связанный с энергосервисными контрактами, прежде всего, энергосервисные контракты в учреждениях. А давайте мы к котельным вернемся. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, это замечательный проект, да, используются как бы отходы, вторичное производство, иногда его некуда складировать. Для потребителя того же тепла есть вот от энергосберегающего, скажем так, проекта, энергоэффективного, некая отдача в виде того, что это тепло, которое они получают, стало для них дешевле? Оно точно не становится дороже. Ну, это уже плюс, да? Да, это уже плюс. Можете вы назвать ключевых игроков, с которыми вы выстраиваете партнерские отношения для решения подобных задач? У нас в регионе. А компании-флагманы, скажем так? Вы знаете, ситуация с точки зрения взаимодействия с компаниями, она достаточно отрадная, потому что их много. То есть мы взаимодействуем с несколькими десятками компаний, которые занимаются проектами, связанными с энергетической эффективностью. Это, собственно, и наши энергетики, которые активно вовлечены в этот процесс. Это производители оборудования. У нас есть достаточно хорошее, можно сказать, уникальное оборудование, связанное с, например, децентрализованным теплоснабжением. Одна из атомских компаний производит тепловые насосы мирового уровня по очень конкурентоспособным ценам. У нас есть несколько компаний, которые занимаются производством светодиодных светильников, которые вполне конкурентоспособны на российском рынке. У нас есть компании, которые занимаются производством оборудования для автоматизации тепловых узлов. И их тоже несколько, выделять какую-то конкретную не буду. Все они успешны на рынке, мы с ними сотрудничаем. И в рамках деятельности нашего демонстрационного центра всяческими способами, в том числе с помощью конкурсов, с помощью участия в российских международных выставках, продвигаем их продукцию и услуги. Александр Иванович, в нашей беседе уже прозвучало такое слово, как энергосервисный контракт. В данном случае, наверное, это яркий пример того, даже не того, а несколько такого государственно-частного партнерства. Когда инвестор в бюджетную сферу привносит определенные средства. И я думаю, что вот эта история с точки зрения бюджета очень интересна. Давайте расскажем, как работает этот механизм. И как много их, допустим, сегодня на территории нашего региона. Это на самом деле очень хороший, удачный пример частного государственного партнерства. Потому что здесь оба партнера получают лучшие условия, чем не взаимодействуют друг с другом. Что такое энергосервисный контракт? Это контракт, который подразумевает выполнение определенных мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов. Это может быть электричество, это может быть свет, это может быть газ, вода и так далее. Инвестор вкладывает деньги на определенном этапе. Государство на этапе начала энергосервисного контракта не вкладывает ни копейки. И инвестор получает возврат своих средств и определенную прибыль, которые заложены в контракте, только если он показывает результаты экономии. И, собственно говоря, вот этот размер экономии... То есть в контракте прописан определенный объем экономии. Если инвестор его не... Я сама себя прерву, потому что у нас есть звонок. У нас такая важная тема, что упустить его не хочется. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Знаете, я живу на Томском подозаботке. На этом мы бегут они, 120 квартир, 5-этажки, 7-х квартир и отъектов забора. И мы вот уже 40 лет отапливаем электричество, а вокруг нас есть газ. То есть вас интересует, когда будет газифицирован ваш дом, я правильно понимаю? Меня интересует, когда будет газовая котельная на пересечении водозабора. Там уже место давно определено. Проект был. О, как-то! Вот эти коммунальные системы нам уже убили этот проект. В свое время. Да, спасибо, Александр Владимирович. Насколько это ваш вопрос? Ну, это... Ну, вот, наверное, человек-то вот правильно задает. Отапливаются электроэнергии, обещают газовую котельную. То есть вот тоже можно экономить. Человек задает совершенно правильный вопрос, потому что в настоящий момент отопление электричеством, по крайней мере, в городе Томске, это один из самых дорогих вариантов. А газ, конечно, в настоящий момент один из самых дешевых. Но, к сожалению, я не владею ситуацией по конкретному дому, когда будет эта котельная. Но, в любом случае, у нас есть программа газификации Томской области. Ну, Томский район у нас, насколько я понимаю, вот участок, вот забор, он уже газифицирован. То есть, если участок газифицирован, то это вопрос, ну, либо к управляющей компании, либо это, если это ведомственный дом, то, соответственно, к организации. То есть, может быть, это ведомственный дом водоканала. Ну, вот так. Спасибо. А давайте попробуем ответить еще на один вопрос. Добрый вечер, представьтесь, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот хотел задать вопрос по поводу энергосберегающих лампочек. Вот после их отработки, куда их делать, как их телевизировать? Я пытался это сделать, в итоге не нашел абсолютно, куда их нужно сдать. Куда их нужно сдать, да? Хороший вопрос, спасибо за него. Спасибо за вопрос. Значит, если это лампа люминесцентная, у нас Департамент природных ресурсов охраны окружающей среды совместно с УАО «Полигон» несколько лет назад делал программу, которая подразумевала возможность сдачи лампы в магазинах, которые продают электротовары, ну и обмен с доплатой на новую. Это оптимальная схема, которая работает. Насколько я знаю, я пользовался этой схемой 3 года назад, когда делал ремонт. Что значит, пользовался сейчас, ее нет? А у меня стоят энергосберегающие лампы, пока не перегорают. Три года назад, соответственно, пользовался этой услугой на работе. Сама, сегодня куда-то можно сдать эти лампы? Я думаю, что в магазины так же. Так же, да? Схема та же. Давайте мы с вами закончим тему про энергосервисные контракты. Итак, достигнута определенная экономия, как мы говорили, и вернусь, потеряла сама мысль, то есть инвестор вкладывает деньги. Отличный пример. Бюджет в этом смысле ничего не тратит. Сколько у нас таких контрактов на территории Томской области на сегодняшний день работает? И я правильно понимаю, что это только бюджетные учреждения? Работает порядка 30 энергосервисных контрактов на настоящий момент времени. Пока это только бюджетные учреждения. Сейчас мы активно занимаемся вопросом внедрения схемы энергосервисного контракта на замену уличного освещения на светодиодное. У нас есть первый пример. Это сельское поселение, первомайское сельское поселение, которое в настоящий момент прошел конкурс, выявлен победитель. И в течение полутора-двух месяцев на территории всего сельского поселения в рамках энергосервисного контракта люминесцентные лампы будут заменены на лампы светодиодные. А расчет по этому контракту есть? Сколько сэкономит в данном случае местный бюджет? Ну, хотя бы примерно. Приведу такие простые цифры, чтобы всем было понятно. Технические замены люминесцентной лампы на светодиодные позволяют сэкономить порядка 70% электрической энергии в натуральном выражении. Примерно в среднем это 3000 в год на один светильник. Умножаем на количество светильников, которые есть в поселении, получаем ту цифру, которую экономит бюджет. Огромный потенциал экономии. А у нас еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я гусала Наталья Сергеевна. Хотела бы задать вопрос. Вот есть проекты, как бы глобальные, районные, областные. А для многоклассивных домов есть проекты для энергосбережений? А если нет, то где можно об этом узнать, чтобы дом сделать более экономный? Спасибо. Наталья Сергеевна, большое спасибо за вопрос. Вопрос крайне актуальный по поводу многоквартирных домов. Если говорить о частном доме, то тут, как правило, достаточно небольшие вложения. Говорить о энергосервисном контракте, наверное, не стоит. Если говорить о многоквартирных домах, безусловно, сегодня МКД – это один из тех объектов, которые очень интересны для энергосервисных компаний. Речь может идти и о модернизации тепловых узлов, и в некоторых случаях даже система отопления с пофасадным регулированием, которая позволяет использовать солнечную энергию для сокращения потребления тепла. Как бы ни казалось странным, но даже наше зимнее солнце в ясный день позволяет сэкономить на 15-20% потребления тепла именно с солнечной стороны. Это замена освещения в подъездах. Много где сейчас применяются и датчики движения, и светодиодные лампы. Но вот это основные мероприятия, которые могут быть. К сожалению, по действующему законодательству или, к счастью, для того, чтобы применить инструмент энергосервисного контракта в многоквартирном доме, нужно стопроцентное согласие всех собственников жилья. И очень сложно найти такие объекты, где все жители всех квартир были бы согласны на реализацию энергосервисного контракта. Однако механизм такой есть. Александр Иванович, я благодарю вас за участие в нашей программе. А для последней телезрительницы, которая задала нам вопрос, программы, проекты по забережению многоквартирных домах вы можете получить в Томской энергосботовой компании. Специалисты вам помогут. Всего вам доброго. До свидания.